Добрый вечер, в эфире ВИС Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Джубкаев и вот что в нашем выпуске. БУЛАТ-204 определит бесплодные летательные аппараты. Сегодня военнослужащим пограничной службы ФСБ передали детекторы дронов. Как повысить культуру безопасного вождения информационно-пропагандистскую акцию «Внимание! Пешеход!» провели в Прикубанском районе. Школьница Дарина Магулаева рассказала, как получила высокую оценку на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Москве. В Черкесске завершились восьмые детские сергиевские чтения, посвященные году семьи Святому Сергию Радонежскому. В Архызе планируется строительство школы и детского сада. Такое поручение дал глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. В соответствии с задачей, которую руководитель региона поставил перед правительством в ходе совещания, участники изучили земельные участки под строительство объектов, рассмотрели предварительный проект школы и определили дальнейшие задачи. Отметим, что строительство школы на 150 мест и детского сада на 80 в Архызе планируется начать в 2025 году. В правительстве Карачаева Черкесии обсудили вопросы подготовки мастер-плана развития курорта «Домбай». Рассмотрели предложение по инженерному обеспечению территории курорта, по развитию системы искусственного снегообразования, по преобразованию территорий жилой и нежилой застройки, а также по созданию событийных площадок. Предварительная концепция развития курорта включает в себя набережную с зиплайном, веревочный парк, музей гор и альпинизма, сеть променадов, а также круглогодичный горный и больноэкологический курортный отель «Аманаус». Сегодня заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева Черкесии Рустам Эркенов по поручению главы и правительства республики вручил военнослужащим пограничной службы ФСБ по Карачаева Черкесии определители летательных аппаратов. Специализированный БУЛАТ-204 позволяет определить летательный аппарат из самолетного типа и FPV дронов для военнослужащих, которые отправляются на российско-украинскую границу. Это является мобильным средством и позволяет уничтожать выявленные БПЛА противника. В свою очередь, сотрудники погрануправления выразили свою благодарность и подчеркнули важность данного аппарата. «Сегодня мы по заявкам с удовольствием передавали ребятам средства обнаружения БПЛА, так необходимо сегодня на фронте, до этого еще передавали другое имущество. Эта работа на постоянной основе, даже сегодня в ходе передачи произошел диалог, где мы уже скорректировали еще потребности, будем в этом направлении работать». «Данная командировка является для нас не первой. Сотрудники пограничного управления на периодической основе выезжают на российско-украинский участок границы для защиты ее. Данный дрон-детектор является среди техническими средствами обнаружения, заблаговременного обнаружения дронов самолетного, FPV-типов. С целью их, повторюсь, обнаружения и, соответственно, дальнейшей ликвидации, либо противодействия им с помощью технических средств или стрелкового оружия. «Данное средство ввиду проведения специальной военной операции и новых слов боевых действий, ввиду значительного применения квадрокоптеров и FPV-дронов, является незаменимой вещью на государственной границе. Потому что наш противоборствующая сторона очень часто использует FPV-дроны и коптеры для, соответственно, нанесения нам огневого поражения». Предупредить – значит предотвратить. В Карачаево-Черкесии проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушения правил безопасности дорожного движения, влияющих на статистику аварийности в регионе. Информационно-пропагандистская акция «Внимание, пешеход!», призванная повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов, прошла накануне и в Прикубанском районе. Ахмат Халкетчев продолжит тему. Непредоставление преимуществ пешеходам на переходах, а также нарушение правил самими пешеходами являются одними из главных факторов, влияющих на статистику дорожно-транспортного травматизма в регионе. Цель профилактической акции «Внимание, пешеход!» – довести до всех участников дорожного движения необходимости взаимоуважительного поведения. «Данная акция направлена на профилактику административных правонарушений, связанных как с участием пешеходов, так и с водителями транспортных средств. За 9 месяцев 2024 года было зарегистрировано 2051 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Только за сентябрь месяц 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2 человека. Поэтому госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на проезжей части. Как пешеходы должны быть внимательны, так и водители транспортных средств в целях сохранения своих жизней и жизней ничем не повинных людей». Транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Необходимо время на реакцию водителя и на тормозной путь. Поэтому прежде чем вступать на пешеходный переход, необходимо убедиться, что машина имеет возможность остановиться. Нередки случаи, когда машина на одной полосе останавливается, а в соседнем ряду водитель, не видя пешехода, продолжает движение. «В этой ситуации невнимательность водителя, особенно в условиях плохой видимости, может обернуться весьма трагическими последствиями». «На дорогах вообще ужас творится. Не знаю, как по-другому сказать. Было пару раз тоже, что не уступали и такие ситуации тоже». «То есть прямо в положенных местах, где есть пешеход?» «Да, где пешеход прям не уступали. Пару человек явно проехали». Но и пешеходы, в свою очередь, своим преимуществом обязаны пользоваться исключительно в предусмотренных для перехода местах. И то лишний раз убедившись, что им это преимущество предоставляют. «Со стороны пешеходов много кто из людей допускает халатность. Переходить в неположенном месте, не следовать вообще правилам какой-либо безопасности. То есть могут лезть под колеса. А также родители не следят за своими детьми. Детьми могут играть возле проезжей части и вообще по барабану. То есть были и такие моменты инцидентов. Даже если ты едешь по правилам дорожной безопасности, по правилам ты едешь 40 км в час, то если, грубо говоря, в двух или в пяти метрах от тебя выскочит ребенок, ты мало из процентов людей, которые могут ориентироваться». В условиях современного транспорта потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверены полицейские. Ну а как известно, повторение «мать учения». Результатом проводимой работы должна стать выработка полезной привычки у водителей на уровне рефлексов сбрасывать скорость заблаговременно, говорят они. Ахмат Халкищев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Проблемы экологии, сохранения родного языка, культуры и традиций народов Северного Кавказа обсудили на круглом столе. Он прошел на базе средней школы поселка Кавказский. Подробности у Али Баташева. Школьница Дарина Магулаева рассказала о своем проекте «Сохраним розу Кавказа». Его цель – сохранение пиона, произрастающего в Карачаево-Черкесии и занесенного в красную книгу. Мы выпустили листовки с описанием и рекомендациями не рвать цветы красной книги. Я узнала историю пиона и рассказала об этом своим одноклассникам и друзьям. На занятии «Вышивка лентами» мы также изучали растения красной книги. Весной у нас свели лазорики красные, которые еще называются «Роза Кавказа». И пришло вот это положение на конкурс, и мы с Дариной решили принять там участие. Она заявила желание. Дети с удовольствием вышивают лентами все цветы, растения, даже мы животных тоже вышивали, которые занесены в красную книгу нашей республики. То есть мы воспитываем экологическую культуру у наших детей с самого детства. Проект «Дарины» получил высокую оценку на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», проходящей в Москве. Школьница посетила столицу и с радостью принимала поздравления и подарки в своей школе. Благодарственные письма и денежный приз за поддержку экопроекта получили и Прикубанский районный центр детского творчества, директор и педагоги средней школы поселка Кавказский. Это очень красивый цветок. Он занесен в Красную книгу Карачао-Чешкетской республики. Он называется лазорик. Еще у него много других названий. Так как он редкий цветок, если его срывать, будет штраф. От двух с половиной до пяти тысяч. Важно сохранять не только природу, но и родной язык, на котором говорят, пишут и думают представители множества народов нашей страны, говорили участники круглого стола. Не стесняйтесь своих корней, не стесняйтесь. Это стесняться своего языка, это значит стесняться своей бабушке, которая на этом разговаривает, дедушка, который вас воспитал, или родителей. Поэтому любите свою большую родину, Россию. Это все для чего мы делаем. Почему вы сам встать наш день. Обычаи гостеприимства на Кавказе существуют на протяжении многих веков. Верность традициям сохраняется и сегодня. Участников круглого стола радушно встретили национальными блюдами в школьном музее. Показали предметы быта своих предков и сценки самых распространенных обрядов народов Северного Кавказа. Али Баташев, Медина Джанкезова, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Почти 10 тысяч новых книг пополнили библиотечный фонд Карачаева, Черкесии в этом году. Новая литература появилась в библиотеках всех муниципальных районов республики в рамках государственной программы «Развитие культуры», которая разработана по поручению президента России и соответствует целям нацпроекта «Культура». Об этом сообщил глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов. Современные, яркие, а главное интересные и очень познавательные издания разных жанров уже ждут своих читателей. Литература предназначена для книголюбов всех возрастных категорий, в том числе и для самых маленьких жителей республики. Отметим, что в республике функционирует почти 160 библиотек, и, что самое важное, все они пользуются спросом у наших жителей. В Черкесии завершились восьмые детские сергиевские чтения. Посвященные Году Семьи и Святому Сергию Радонежскому. Подробности расскажет Али Баташев. Про белые рощи и ливни косые, Про желтые нивы и взлет журавлей. Любите Россию, любите Россию. Для русского сердца земли нет милей. Трогательное стихотворение продекламировала победительница конкурса чтецов «Живое слово о родине и семье» Алиса Чувакина. В рамках восьмых детских сергиевских чтений прошли конкурсы сочинений, рисунков и прикладного искусства на тему «Святой заступник Руси» Сергий Радонежский. Свою оригинальную работу на конкурс представил Александр Сундуев. К примеру Сергия Радонежского вдохновляет детские сердца не только многочисленными чудесами, но и помощью в учебе. Он очень плохо учился, у него не получилось. И он молился очень много, и у него начало получаться. А у тебя получается учиться хорошо? Да. В этом году в чтениях участвовали ребята из Усть-Джигутинского и Прикубанского районов, а также школ города Черкеска. Центр образования номер 11 Черкеска – флагманское учебное заведение республики, где реализуется национальный проект «Орлята России». В рамках учебного направления «Хранители истории» проходили восьмые детские сергиевские чтения. Участников форума приветствовали священнослужители, представители органов власти, мэрии Черкеска, Движения первых и Общественная палата республики. Наша комиссия по образованию проявила инициативу и совместно провела данные сергиевские чтения. Еще раз спасибо всем большое, всем участникам. Надеюсь, география на следующий год расширится. Всегда ваши успехи – это труд ваших родителей. Всегда будьте благодарны маме и папе, преподобной Сергею. И в этом тоже нас научают – быть благодарными своими родителями. Награды получили не только участники конкурсов, но и родители, воспитывающие юных талантов. В числе награжденных – многодетная мама Марина Сундуева. Секрет успешного воспитания не только заботиться о ребенке, но и занять его интересным делом. У меня дети всем занимаются дополнительно. Много дополнительных занятий. Они не гуляют на улице. Мы и в церковь ходим постоянно. Я люблю детей. Я не откажусь еще от детей. Была бы возможность. Любишь своих братьев и сестер? Да. Сколько люди бей? Две сестеры, еще два брата. Я пятый. Кого больше всех любишь? Ну, я не знаю. Юные таланты проявили себя не только в представленных на конкурс работах, но и в выступлениях, музыкальных и танцевальных номерах, которым аплодировали и взрослые, и дети. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Осень уже наступила, и не за горами зима, которая напомнит о себе холодом и снегом. Если вы еще не успели утеплиться, то выставка продаж шуб «Снежка» – идеальное решение. Меховые изделия можно приобрести с 10 по 13 октября в Черкесске. Какие и на каких условиях, расскажет Альбина Ламкова. Огромный выбор на выставке меховых изделий на любой вкус и кошелек. Лучшие предложения действуют в Черкесске с 10 по 13 октября. Выставка проходит по адресу улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». Остановка «Зеленый рынок» на кругу. Почему стоит задуматься о покупке шубы? Во-первых, это тепло и комфортно. Ничто не согревает вас в морозы, как мягкий мех. Во-вторых, шуба – это элегантный аксессуар, который добавит шика любому образу. В-третьих, хорошая шуба прослужит вам долгие годы при правильном уходе. Ну а самое главное, здесь часто действуют специальные предложения и скидки, что позволит вам сэкономить. Самая главная новость – при покупке норковой шубы в рассрочку через банк, вторая норковая шуба – в подарок. То есть, покупая одну шубу, вы получаете две. Вторая новость – за наличный расчет у нас скидки от 30 до 60%. Поэтому рекомендую поторопиться и приобрести свою норковую шубу максимально выгодно. Третья новость – у нас удобное условие для приобретения норковой шубы. А именно, вы можете приобрести любое норковое изделие в рассрочку через банк сроком до трех лет. Без первоначального взноса и переплаты. И первый платеж у вас будет только через месяц. А размер его составит от 2 до 4 тысяч рублей. Ну и, наконец, вы сможете примерить модели в различных цветах и оттенках, получить профессиональную консультацию и выбрать наиболее подходящий вариант под ваш образ и предпочтения. Вот это норковая шуба. Трансформер с английским воротником, с поясом. Если ее оформлять в рассрочку, платеж составит 3 240 рублей. А если вы берете ее за наличный расчет – 81 550 рублей. На выставке размерный ряд от 38 до 68. Каждое изделие имеет электронный паспорт и сертификат качества, что поможет покупателю самостоятельно проверить всю историю шубы. Все дни действуют скидки до 60%. Так что не упустите свой шанс обновить свой гардероб и приобрести качественную шубу по выгодной цене и встретить зиму во всеоружии. Выставка меховых изделий «Снежка» проходит с 10 по 13 октября. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин